Вы все привыкли к тому, как звучат ваши слова, фразы, выражения. Но если ты иностранец, как я, изучая русский язык, Господи, слышишь эти слова, то это вызывает у тебя состояние удивления, шока. Как русские могут так говорить? А вы каждый день проговариваете эти фразы и не задумайтесь о происхождении этих фраз, несущих переносный смысл. Эти выражения вошли в обиход русского языка, но вы их каждый день используете. Но давайте представьте себя в роли меня, приступающего к изучению русского языка. И взглянем на русские выражения глазами иностранца. Да нет, наверное. Классика жанра. Слова, которые любили упоминать Михаил Задаронов в своих выступлениях. Как может русский человек говорить одновременно? И да, и нет, и наверное. Что он имеет в виду? Почему не вместо всего этого набора слов, не говорите просто, не знаю. Ноги в руки и поехали. Как можно взять ноги в руки, мы думаем? Их что, нужно оторвать и взять в руки? И как можно что-то даже делать после этого? Кстати, очень быстро. Если у вас вызывает страх, когда вы слушаете беглую английскую речь, то вам надо гораздо-гораздо больше общаться и говорить в английском языке. И именно поэтому у нас теперь есть безлимитные разговорные занятия в английском языке со носителями. Тем больше вы будете говорить очень часто, очень регулярно то, чем чаще у вас этот страх снимается. И вы будете говорить гораздо свободнее и гораздо увереннее в себе. Все ссылки на бесплатные консультации с нами в English Boys будут описаны внизу. Будем отвечать на все ваши вопросы и покажем вам, как это все работает. Следующие фразы, которые прочно закрепились в русском языке, вызывают у нас затруднения. То есть у иностранцев. Наверное, точно. СМС-сообщение. Как это уже не было видно, что это сообщение, когда я сказал СМС. У пациента сильная слабость. Борщ пересолила, со солью переборщила. Туалетная вода. Свежие консервы. Миротворические войска. Истинная правда. И мое прям любимое выражение. А ты возьми, пойди, попробуй сделай. Собаку сел. Так говорят о том, что когда человек научился делать что-нибудь очень хорошо. И он является мастером в каком-то деле. При первой встрече с данной фразой мы можем очень сильно увидеться и подумать, что русские едят собак. А фразе логизм. Собаку сел на чем-либо. Очень популярный. Он очень часто употребляется в неофицианальном обстановке. Когда вы хотите кого-то погвалить за мастерство. И профессионализм в каком-нибудь деле. А в английском мы бы просто сказали Да, чуть официально, чуть старое выражение. Ну, так бы и сказали. В английском выражение упоминается рука. И в русском языке есть подобные фразы, в которых также упоминается рука. Например, набить руку. Он набил руку на ремонте гаджетов и компьютеров. Фраза, которая выведет выступать любого иностранца. И вызывает у него когнитивый диссонанс. Косил, косой, косой, косой. Три амонима поряд. И я думаю, что только русский человек поймет, о чем здесь речь. Смысл фразы в том, что... Косой заяц косил траву кривой косой. Причем в данной фразе вы можете переставить словами как душе угодно. То есть в связи с свободным порядком слов в русском языке. И смысл от этого не поменяется. Косой, косир, косой, косой. Или... Косой, косой, косир, косой. И если мы переведем эту фразу на английском языке, то мы полностью потеряем фонетический облик выражения. Смысл фразы передан. Однако фонетический облик полностью потерян. Руки не доходят стилы. Первое, что мы увидим в этом выражении, это то, как руки могут ходить. Где логика? Подобные фразы нельзя переводить дословно. Иначе это вызовет насмешку нам, иностранцам. Старый. Новый год. Старый Новый год. Old New Year. А где еще в мире вы можете отмечать два новых годов? Года. Ответ на вопрос только в России и в бывших советских странах. Еще одно слово, которое вызывает затруднение у нас, это же слово давай. В русском языке вы используете это слово в речи очень часто. Затруднение у нас вызывает многозначность данного слова. Вы можете сказать давай, и в одном случае это может означать приглашение к действию. Давай сделаем, давай порабатываем и так далее. А в другом случае имеет другого значения. Ну пока, до скорого. Ну давай. А еще слово давай может еще означать закрепление договоренности. Хорошо, давай, пусть будет так. Или призыв к победе болельщиками. Зенит, давай, давай. Или просто обращение к спортсмену, который может привести игру к победе. Давай, давай, родной. Кроме того, слово давай в разговорном варианте может еще употребляться как выводное слово в начале приложения. Он давай и начал нести чепуху. Слово ничего вы можете употреблять как наречие в значении хорошо. Эй, как у тебя дела? Да, ничего. А также как отрицательное местоимнение. Ничего не видно. Русские слова ладно можно употребляться в утвердительной форме частицы. Ладно, договорились. А также в форме сказуемого. А при этом ладно будет иметь значение хватит, достаточно. Длина с иностранцев будет полезнее использовать ладно в качестве второго значения. Чтобы от него поскорее отвязывались. И поскольку вышеуказанные слова нельзя дословно переводить, необходимо подобрать соцветствующие слова, эквиваленты в английском языке. Да нет, наверное. Well, probably not. Руки не доходят. Don't have time. Ноги в руки. Get your ass. Going. Съесть собаку. To be an old hand. Не скрывать свои чувства. To wear one's heart on one's sleeve. Ребята, я прям обожаю русский язык. Я его изучаю каждый день, общаюсь на нем каждый день с вами. Но я вам скажу, что у вас действительно такие выражения, которые просто сводят нас, иностранцев, в сумма. И надеюсь, что вы теперь понимаете из-за этого видео почему. Если вы боитесь беглую английскую речь, как я боюсь беглую русскую речь, то соцветки на English в базе и бесплатную консультацию будут внизу в описании. И если вы хотели бы слышать мои дикие мнения больше о русском языке, то не забудьте подписаться на канале. Я вас всех обожаю. И если вы меня не поняли, то мой русский язык – мои правила. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok